Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, КТЦ, глава КТЦ, новая неделя, невероятная глава с огромным количеством законов, правил, почти, давайте коротко, несколько слов. КТЦ, первое, сейчас война везде, и вот начинается, глава слави, если ты вышел на войну, то есть она актуальна, как никогда. Что говорит Тора? Если ты вышел на войну, чтобы стать лучше, давайте сначала говорить о той войне, которую человек ведет сегодня, в месяце Иллу, дорожишь она, ну, как и весь год, за свою душу, за себя, мы потом вернемся к этим войнам. И нельзя усилий жалеть. Напрягаться надо, жизнь это напряжение. Война это и есть человеческая жизнь, война между двумя человеческими склонностями, к добру и к злу. Кстати, зло всегда маскируется под добро. Победа вот этого доброго начала и над злым, да, наибритие называется ЕСРТОВ, ЕСРРА, да, это главный стержень всей нашей жизни, вот она и есть, наша жизнь. В глобальном смысле победа добра над злом, в условиях свободы выбора, которое нам дано, это цель творения. То есть, все в наших руках. Сказано в Торисе, выйдешь на войну с твоими врагами, Всевышний даст тебе его в руки и ты возьмешь его в плен. Очень интересно. Обратите внимание, какое интересное грамматическое несоответствие. Вначале выйдешь на врагов, слово враг употреблено во множественном числе, да, а потом возьмешь его в плен в единственном, кого-то одного. И Тора подчеркивает, что нельзя победить сразу, когда начинаешь бороться за себя, за свое улучшение, сразу победить всех внутренних врагов. Это невозможно. Ставь себе цель и задача вот так, 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 так и так. Нельзя вдруг стать ангелом. Тора этого не требует. Она хотела, чтобы человек последовательно, шаг за шагом, духовно возвышался. Этот духовный рост должен реализовываться в повседневной жизни. И в этом состоит вся жизнь и процесс движения к победе над злым началом. Вот и все. Здесь еще скрывается один намек. Предаст Всевышний врага в твою руку. Все дело в одном. Вот тут уже война большая, маленькая, все войны на земле. Все в единстве. Когда мы выходим на войну с нашими врагами, как одно сердце, как один человек, враги обречены. И ответили мудрецы в Иерусалимском Талбуде, в правлении царя Ахава, почти все евреи северного царства в Израиле были, мягко говоря, не очень. Идолов было много и так далее. И в то же время между ними было великое согласие единства. И когда они выходили на войну, несмотря на все, они побеждали, потому что единство в глазах Всевышнего ценнее многих качеств. И поэтому враги всегда раскачивают единство. Посмотрите, что сейчас в Израиле делается. Ну это безумие, которое было только в конце перед разрушением второго храма, когда полстраны какой-то бредятину несут, ходят. А еще очень интересно, почему говорится, что в единственном числе. Вы же не скажете, человек написано, кто я и кто мои враги. Они все вооружены на зубов, их много, а мне что мне слабенького нам сделать? Разве я могу противостоять их натиск? Всевышний говорит, легко. Знаешь, что стоит собраться с силами, и ты преодолеешь. Ибо так надо читать Тору. Если выйдешь на войну, то предашь Всевышний твоего врага тебе. Только не сиди, сложи руки, работай. Мы с вами вошли в месяц Иллу, на который обычно всегда читается такие-то цели. Месяц духовного самоанализа. И человек, заглядывая в себя, в свое внутрь, если честно, он поразится, сколько всего испорчено, сколько нуждается в исправлении, в улучшении, как далеко до совершенства. Ведь до Рашашана осталось совсем ничего. И там держать ответ перед самым Всевышним, перед Творцом мира. А с чем прийти на суд? Процесс вот этот раскаяния, с чем надо прийти? Возвращение на пути указанной Всевышний. Он вообще длительный. Рабаин Уйона, это один из крупнейших комментаторов Толмудов 13 века, насчитал 20 этапов. И от трепетности отрогания первого этапа перед совершенными прегрешениями, до прекращения совершать дурные поступки, это и до вершины, когда человек становится, не только сам возвращается на дорогу Торы, но еще и других старается убедить в том же. Это долгий путь написанным. Но существует заповедная тропа, которая короче, как всегда. Ее тоже указал Рабаин Уйона. Кто хочет достичь быстро цели, пусть изучает мусар. Это книги, содержащие размышления о сути жизни, о том, как ее строят, о шкале ценностей, облучшении характера. Ну, очень многое из книги Десслера. Есть масса книг, это надо поинтересоваться. Вы знаете, это волшебное средство. Волшебное средство, которое, может, преодолевает вот эту дорогу никуда. И вот эти слова надо пытаться понять, что там написано. И написано, начиная считать книги по мусару, ты уже не пленник своего дурного начала. Слова вот этих книг, услышанные и понятые, они выводят из темноты к свету. И человек из грешащего превращается в человека слышащего. Тот, кто намеренно лишил себя духовного слуха, превращается теперь уже в совсем слышащего. Еще одно. Надо обязательно в этом месяце слышать шафары. Шафар помогает услышать собственную душу, говорят каббалисты. Поэтому вот слушать шафар, обязательно, если кто не слышал, зайдите в синагогу, нам каждый день сейчас в этом месяце говорят. Этот вот звук шафара, он идет сверху, он немножечко повлияет, поможет. Брахава от Слаха, хорошей недели. Учи мусар.